Термостат Контачила с тем С той телой или системой За которой мы следим И Это мы назовем Система И Мы с вами показали Что вероятность Системе Оказаться в каком-то Квантовом состоянии У которого В стационарном состоянии С энергией ЕН Дается вот таким Простым выражением Где Н нумерует В общем смысле Состояние ЕН это его энергия Ну Конечно разумно потребовать Чтобы при суммировании По всем состояниям У нас получалась единица То есть Наша система С вероятностью Единица Находится в каком-то Из своих Возможных Состояний Ну и Соответствующий Нормировочный Коэффициент Который очевидно Равен Сумме По состояниям Больцмановских Экспонент Называется Статсумма Мы успели С вами Получить Формулу Для средней Энергии Ну Я буду Пользоваться И таким И таким Выражением Когда Это будет Удобно Конечно Она По определению Вероятности Дается Формулой Через спектр И вероятности Соответствующих Состояний И мы С вами Показали Что Средняя Энергия Может быть Получена Прямо Из Статсуммы Если мы Продифференцируем По Температуре Логарифм З Ну Здесь написано Частная Производная На самом деле Наша Статистическая Сумма Вычисляется При заданной Температуре И объеме Предполагается Что Тело Занимает Какой-то Объем Который Не меняется То есть То что Происходит Это происходит Обмен Энергией Между Системой И термостатом И Система Соответственно Может Переходить Из одного Стационарного Состояния В другое Хорошо Ну Давайте Пойдем Немножко Дальше Ну Во-первых В статистике Это средняя Энергия А в термодинамике Это просто Энергия То что В термодинамике Называется Энергия Это среднее Значение Энергии В статистике Давайте Вычислим Теплоемкость При постоянном Объеме Которая Естественно Есть Производная По температуре При постоянном Объеме От энергии Ну У нас сейчас Статистика Поэтому я Производную От средней энергии Напишу Давайте Мы Вычислим Эту Производную Воспользовавшись Прямо Вот этой Формулой Используя Явные Выражения Для наших Вероятностей Здесь У нас Останется Сумма По Н Вероятности Я Напишу В явном Виде Как Ну Надо сказать Что Z Это функция Температуры И объема Поэтому В этом выражении От температуры Зависит аргумент Экспонента И само Z Давайте Мы их По правилам Математического Анализа Продифференцируем Если я Дифференцирую Экспоненту То Что у меня Получается Надо Дифференцировать Аргумент Получается Множитель Со знаком Плюс Е Делить на Т Квадрат Поэтому Общий Множитель Таков Ну Осталась Та же Экспонента Ну И Если я Дифференцирую Z Ну Заметим Что Z Может быть Вынесен За знак Суммы Он не зависит От N Поэтому Давайте так и Сделаем Что у меня Получится Получится Между прочим Знак Минус Поскольку Z Стоит Не в числителе А в знаменателе Z Квадрат Ну DZ По DT Ну И Останется Сумма Хорошо Ну Теперь Чтобы Сэкономить Время И место Я Единица На Z Квадрат Напишу Вот так Да Хорошо Вот это Есть VN Это Тоже Есть VN Да Поэтому Что же У меня Здесь Получилось Первое Слагаемое Это Есть Единица На T Квадрат EN Квадрат И На VN Это Среднее Значение Для Квадрата Энергии Квадрат Энергии Средняя Да Минус Ну Вот это Есть Соответственно EN VN То есть Это Средняя Энергия А Эта Производная Она Тоже Есть Средняя Энергия Да Ну T Квадрат Единица На Z D По DT D По DT Логарифм Z Да Поэтому Окончательное Выражение Будет Вот Такое То есть Мы Получили Что Теплоемкость Выражается Через Среднеквадратичную Флуктуацию Энергии Да Можно Написать Это Так Где Под Дельта Е Я Подразумеваю Е Минус Е Средняя Да Что Это Есть Т Квадрат На CV Да Ну Давайте Теперь Обсудим Как Флуктуация Энергии Зависит От Числа Частиц Ну Сама Энергия Она Пропорциональна Числу Частиц Да Соответственно Теплоемкость Которая Является Производной Энергии По Температуре Тоже Пропорционально Числу Частиц Отсюда Мы видим Что Квадратичная Флуктуация Энергии Тоже Пропорционально Числу Частиц Но И Если мы Рассматриваем Не абсолютную Относительную Флуктуацию То есть Определим Дельта Е Квадрат Средняя Чтобы получилась Безразмерная Величина Поделим На Е Средняя В квадрате То Числитель у меня Как функция Н Пропорционален Н А знаменатель Как Н Квадрате Да Поэтому Эта дробь Будет Равна Единица На Н Ну И если Говорить Принято Флуктуацию Энергии Определять Как Относительную Как Соответствующий Корень То есть С увеличением Количества Частиц Относительная Роль Флуктуаций Становится Все менее И менее Существенным Они Падают Как Единица На Н Ну Отметим Что На Прошлом На Прошлой Лекции Мы с вами Рассматривали Конкретную Систему Идеальный Газ Идеальный Газ Тогда У нас Количество Состояний На Единицу Энергии Имело Вот Такой Вид Ну И Соответственно Вероятность Всему Газу Находиться В состоянии С Энергии Е Дается Просто Больцмановской Экспонентой Да Умноженное На количество Таких Состояний А это Количество Как раз И есть Е В степени 3 Вторых Н Без Единицы Это Ну Ну Делить Конечно На Общую Z Да При При Н Н Н Убедиться Что Мы С Вами Сделали Убедились Что То Дельта е определено. Как е минус е средняя. Давайте быстренько проверим, что то, что мы получили на прошлой лекции, конечно, согласуется с нашей общей формулой. Е средняя у нас получилось 3 вторых n умножить на t. Для, давайте, небольшое математическое отступление. Если у нас есть гауссовское распределение для какой-то величины х, то х квадрат средняя, нетрудно посчитать, что это будет а квадрат. Поэтому, исходя из этого результата, мы видим, что дельта е квадрат средняя, что у нас есть соответствующий а квадрат. А квадратом у нас выступает е средняя в квадрате с коэффициентом 2 третьих делить на n. Ну и если я сейчас подставлю сюда наше значение е среднее, то что у меня получится? Получится 3 вторых n на t квадрат. Ну а 3 вторых n – это как раз и есть теплоемкость, как вы знаете, идеального газа. Мы еще с вами ее не получили, но в скорости получим. Хорошо. Ну, значит, что мы видим? Что с помощью статсумы мы можем вычислять термодинамические величины, ну, например, энергию, теплоемкость. Однако эти формулы не совсем удобные. Дело в том, что из первой части этого курса, из термодинамики, вы знаете, что термодинамические потенциалы, для них имеются соответствующие естественные переменные. Какие естественные переменные для термодинамического потенциала энергии? Это вопрос. Какие переменные? Хорошо, давайте вспомним, как выглядит дифференциал энергии. Я думаю, что такую формулу каждый из вас должен помнить. Поэтому для энергии естественными переменными являются энтропия и объем. Тогда как энергия у нас получилась выраженной через статистическую сумму, которая есть функция объема и температуры. Поэтому полученная так энергия выражается не через свои естественные переменные Sv, а через T и V. Поэтому это выражение неудобно. Для того, чтобы, скажем, найти энтропию. Поэтому следующий вопрос, к которому мы сейчас переходим, можно сформулировать так. Как определить энтропию нашей системы, которая находится в контакте с термостатом? То, что она находится в контакте с термостатом, значит, что ее энергия не фиксирована. Происходит обмен теплом между системой и термостатом. И мы даже с вами видим, что для конкретного нашего примера, вот имеется для идеального газа вероятность нашему газу иметь какую-то энергию. Но она дается таким выражением. Мы даже с вами обсудили, что с увеличением количества частиц газа у нас, конечно, растет среднее значение энергии пропорционально n, но одновременно уменьшается относительная величина этого распределения. Оно становится узким. То есть, для большой системы, которая контактит с термостатом, вопрос о том, какова ее энергия, он, в общем-то, по существу не стоит, поскольку такая система фактически проводит основную часть своей жизни в состояниях с энергией, которые слабо отличаются от среднего значения. Если же мы имеем небольшую систему, когда n порядка единицы, то распределение более широкое, в частности, для идеального газа можно подставить n равно единице, и у нас получится, что это распределение дается вот такой формулой. То есть, конечно, у нас также можно определить е среднее, но важно, что в этом случае дельта е будет порядка е среднего, не будет вот этого маленького множителя единицы на корень из n. Ну и возникает вопрос, как определить энтропию. Наше основное определение, что энтропия дается просто логарифмом числа состояний, ну, вообще-то надо поставить то число состояний, в котором фактически находится система. Для большой системы все ясно, для маленькой у нас имеются существенно разные вероятности иметь разную энергию, поэтому нам нужно как-то обобщить это определение. Ну, естественным обобщением является следующее. Вот у нас есть распределение по энергиям, да, и, безусловно, есть среднее значение энергии. Для распределения по энергиям имеются условия нормировки, да, которые выражают то обстоятельство, что с единичной вероятностью система, контачащая с термостатом, имеет какую-то энергию, да. Поэтому определим интервал доступных энергий так, чтобы, если мы возьмем это распределение по энергиям при Е равном Е среднему, домножим его на соответствующий интервал энергии и потребуем, чтобы эта величина равнялась единице. По существу это на самом деле, эта формула определяет, чему равно дельта Е, да. Ну, а для распределения по энергиям мы имеем, естественно, наш результат. Здесь стоит Больцмановская экспонента, домноженная на... ну, деленная на z, конечно. То есть, эта величина будет давать точное значение вероятности, что наша система находится в выделенном квантовом состоянии, у которого энергия Е. ну, и надо домножить на количество таких квантовых состояний. Тогда как раз... Конечно. Пожалуйста, объединенный формул. Что означает DW по DW? Вот у меня есть мое распределение по энергии, да. Есть его значение в точке Е среднее. И я определил интервал дельта Е так, чтобы площадь под графиком была единица, да. Это и есть определение моего дельта Е. Хорошо. Ну, давайте вот эту величину обозначим. У меня было обозначение омега Н, да. Но тут у меня непрерывная переменная, поэтому... Вот это и есть соответствующая моя величина. Ну и продолжим вот эту формулу. Вот тогда я подставлю д омега по ДЕ как омега от Е среднего. Ну, если у меня дельта Е мало, то вот эту всю величину, естественно, назвать как дифференциал количества состояний. Ну, вообще говоря, если даже дельта Е не мало, то все равно я по существу ввиду также с помощью вот такой формулы, которая у меня будет определять дельта Г. Стат вес, то есть количество состояний, которые... Это и будет мое определение количества состояний, которые доступны для моей системы. Хорошо. Ну, коль скоро у меня... Я так определил количество состояний, я могу сосчитать от него логарифм, то есть энтропию. Это у меня будет логарифм единицы на омега от Е среднего. Это будет минус логарифм. А омега от Е среднего... Для омега от Е среднего я напишу его явное выражение. Тогда у меня получается логарифм Z плюс Е среднее делить на T. Да? Ну, здесь уместно заметить следующее, что, опять же, из термодинамики вы знаете, что если определить термодинамический потенциал, который называется свободной энергией, как Е минус ТС, ну, то у него будет очевидный дифференциал минус СДТ минус ПДВ, да? Поэтому я вижу, что мое Е среднее, это есть ТС минус Т логарифм Z, да? Ну, или если ТС перебросить в левую часть, то у меня получится F, который есть Е минус ТС значит, мы получили очень полезную формулу непосредственное выражение для потенциала свободной энергии через Z. Причем, важно отметить, что Z у нас является функцией Т и В, поэтому, соответственно, и свободная энергия получается как функция своих естественных переменных Т и В, да? Ну, и можно можно тогда найти давление, энтропию как соответствующие частные производные. Значит, для энтропии у нас такая формула ну, и давление это тоже со знаком минус P делить на так, нет это производная минус ДФ по ДВ при постоянной температуре, да? Хорошо. Ну, давайте мы то есть мы с вами нашли, как зная статсуму получить сначала свободную энергию, да? Как минус Т логарифм Z далее дифференцируя это выражение по Т и В мы получаем энтропию уравнение состояния дальше можно найти энергию теплоемкость ну и фактически остальные все необходимые термодинамические величины давайте мы прежде чем двигнуться дальше напишем еще одно эквивалентное выражение для энтропии непосредственно через вероятности через величины ВН давайте покажем что вот такое вот выражение на самом деле равно энтропии но для этого мы ВН под логарифмом напишем через свое выражение которое дается каноническим распределением ЭН делить на Т деленное на З логарифм частного это разность логарифмов то есть минус логарифм З логарифм З может быть вынесен за знак суммы а логарифм логарифм экспоненты это соответствующий аргумент ВН ЕН на Т да ну минус на минус дал плюс вроде бы все правильно тогда в первом слагаемом сумма ВН это есть единица соотношение нормировки для вероятности а второе слагаемое дает среднее значение энергии то есть мы получили ту же самую формулу логарифм З плюс Е среднее делить на Т да та же самая формула поэтому энтропию можно вычислять непосредственно через вероятности иногда это выражение в символической форме записывают как минус среднее значение от логарифма В но надо отметить что для большой системы да которая контактит с термостатом мы видели что фактически ее значение возможные значения энергии заключены в узком интервале около Е среднего поэтому все значения ВН оказываются все значения ВН для тех состояний в которых система по существу бывает оказываются одинаковыми и ну убедитесь сами что эта формула фактически возвращает нас к выражению что С равняется логарифм Г где Г это количество доступных состояний для маленькой же системы вероятности существенно разные ну и надо пользоваться этой формулой ну и она оказывается удобна если у нас скажем наша система имеет несколько состояний например двухуровневая система тогда в сумме всего два члена и можно быстро написать выражение для энтропии так ну у нас до перерыва еще есть время давайте мы сейчас сразу же обоснуем в статистике принцип минимума термодинамических потенциалов который с которым вы встречались я думаю при рассмотрении термодинамики да о чем идет речь ну о том например что если наше тело при постоянном объеме и температуре граничит граничит ну с другими телами с термостатом то тогда в состоянии термодинамического равновесия минимума достигает свободная энергия F ну давайте мы попробуем этот принцип вывести из основного постулата статистической физики основной постулат это микроканоническое распределение мы с вами с него по существу начали давайте к нему вернемся опять у нас есть наша система в контакте с термостатом тогда количество состояний общего нашего общей системы система плюс термостат дается просто произведением количества состояний нашей системы и термостата да ну G total по-английски то есть вероятность того что реализуется какое-то вот заданное состояние нашей системы в контакте с термостатом пропорционально количество состояний системы на количество состояний термостата их можно написать ну здесь собственно точное равенство через их логарифмы которые есть энтропии да то есть E в степени энтропия системы плюс энтропия термостата термостат плюс система образует замкнутое тело у которой сохраняется энергия поэтому если я напишу выражение аргумент экспоненты то конечно энтропия термостата зависит от его энергии но термостат у меня большой поэтому я буду использовать разложение Тейлора да S плюс S термостата от E0 минус E на производную DS по DE производная DS по DE равняется обратной температуре но в принципе надо писать следующие члены Тейлоровского разложения но мы с вами на прошлой лекции обсуждали что следующие члены будут иметь вид такой да ну с каким-то коэффициентом бета где CV это теплоемкость термостата которое пропорционально числу частиц термостата да ну и поскольку термостат по нашему построению да требуется чтобы он был большой N стремится к бесконечности мы остаемся только с этими членами да в пределе бесконечно большого термостата ну и дальше E в степени S термостата от E0 не зависит от состояния системы состояние системы здесь дается ее энтропия и энергия поэтому я буду следить за зависимостью от переменных относящихся к системе таким образом мы видим что вероятность оказывается пропорционально такому простому выражению E в степени минус свободная энергия системы деленная на температуру состоянием термодинамического равновесия будет соответствующий случай когда количество состояний наибольшее из возможных оно достигается при соответствующем минимуме свободной энергии таким образом мы получили что у нас состояние термодинамического равновесия тела в контакте с термостатом при постоянном ТИВ при заданном ТИВ соответствует минимуму свободной энергии данное утверждение кажется на первый взгляд может показаться бессмысленным потому что если мы рассматриваем простое тело ну например заданный газ при тогда при заданном числе частиц тогда у нас температура и объем и объем полностью описывают термодинамическое состояние тела поэтому не от чего брать минимума конечно нетривиальная часть принципа состоит в том что бывают случаи когда наша система помимо температуры и объема описывается какими-то еще дополнительными параметрами ну например рассмотрим в заданном объеме газ ну например кислород да при достаточно высоких температурах происходит ну в обе стороны процесс диссоциации кислорода ну и можно поставить вопрос о том какова есть равновесная равновесная концентрация атомов атомарного кислорода ну например количество атомов атомарного кислорода к количеству атомов молекулярного кислорода то есть задача может ставиться так что мы Мы поместили заданное количество атомов кислорода, которые в данном объеме могут либо объединяться в молекулярный кислород, либо оставаться на атомарном уровне. Например, в качестве параметра Х возьмем отношение количество атомарного кислорода к количеству молекулярного. Тогда наша свободная энергия будет функцией Х дополнительного параметра. Этот принцип позволит нам, вычисляя эту производную при постоянном температуре и объеме, определить равновесное значение параметра Х. Давайте до перерыва перейдем к другому потенциалу, а именно к потенциалу гипса, для которого естественными переменными является температура и давление. Давайте рассмотрим тот же самый вопрос. Теперь у нас наша система может изменять свой объем. Поэтому общий объем системы плюс объем термостата, конечно, задан, но они могут быть по-разному распределены между друг другом. Поэтому для соответствующего выражения нам нужно рассматривать изменения энтропии термостата в зависимости от энергии и объема. Но я сразу буду писать только величины, которые зависят от Е и В, поэтому первый множитель останется тем же самым. Ну, а тут должно стоять производное от энтропии по объему при фиксированной энергии. Но, к сожалению, формулу для дифференциальной энергии я стер. Минус ПДВ, да? Поэтому производное от энтропии по объему при постоянной энергии, это есть что такое? П на Т, да? Значит, у нас есть тут С минус Е на Т. Так, ДСП делить на Т. Ну, вроде так, да? Минус. Так, ДСПДВ, да. Это минус В на П делить на Т. Ну, и давайте дополнительный член мы сюда напишем. ВП делить на Т. И перепишем это по-прежнему как единица на Т. Здесь у нас будет Е минус ТС плюс ПВ, да? Ну, здесь стоит общий знак минус. А то, что стоит в скобках, оказывается потенциалом гипса. Поэтому для системы при постоянном температуре и давлении минимизировать нужно не свободную энергию, а потенциал гипса. Ну, опять же, для потенциала гипса предполагается, что кроме ТЭИ, температуры и давления, он описывается каким-то еще параметром. Ну, конечно, я сейчас пишу один параметр, но в принципе может быть несколько параметров. Тогда надо искать минимум в пространстве, в доступном пространстве параметров, да? Ну, и... Тогда равновесное значение Х определяется обращением в ноль соответствующей производной. Ну, давайте какой-нибудь пример, где этот принцип может быть использован. Ну, хорошо. Ну, нет, я сейчас... Это буквально секунду. И сразу сделаем перерыв. Давайте рассмотрим капельку воды, погруженную в водяной пар, да? Тогда можно поставить вопрос, каково есть равновесное значение радиуса капельки. Как можно эту задачу решать через принцип минимума свободной энергии? Можно мысленно выделить, следить за каким-то количеством частиц, которое включает в себя как капельку, так и некоторое количество пара, да? Н воды и Н пара. Тогда при конденсации пара на капельку будет изменяться как раз объем, да? При заданном давлении. Ну, и вычисляя потенциал φ для вот такой системы, которая включает в себя как заданное количество пара плюс капелька, можно найти равновесное значение радиуса капельки. Хорошо. Давайте сделаем перерыв. Мы переходим к описанию идеального газа. Но перед этим я хочу решить простую задачу о термодинамических величинах двухуровневой системы. То есть рассмотрим такую систему, у которых есть всего два возможных энергетических состояния. энергию первую будем отчитывать энергии от энергии основного состояния, но и основное состояние будем считать не вырожденным, а возбужденное, же кратно вырожденным. То есть всего у меня имеется один плюс G различных состояний, из которых G имеют одинаковую энергию E, а основную энергию 0. Давайте посчитаем термодинамические величины такой системы через статсумму. Статсумма – это у нас сумма под состоянием отбольцмановских экспонент. Основное состояние имеет энергию 0, поэтому экспоненты равны 1. возбужденное состояние имеет энергию дельта, ну и таких состояний же разных штук, поэтому у нас статсумма выражается следующим образом. Ну, от свободной энергии мы сразу вычисляем энтропию. Ну, здесь у меня по существу статсумма является функцией одной переменной, поэтому вместо частной производной можно писать обычную. если я дифференцирую F, то... T в зависимости от T входит в двух местах. Давайте посмотрим. Если я дифференцирую сам логарифм, то должно получиться дельта, деленное на T. Наверное, G в числитель войдет. Ну, и теперь количество знаков минус нужно посчитать. В определении есть один знак минус, значит, минус на минус плюс, минус... Наверное, так, да? С плюсом. Ну, продолжая дальше, можно найти энергию, которая есть... Т... ТС... плюс F, да? Е минус ТС равняется F. Если я... Составлю эту сумму, то... Энергия будет просто дельта умножить на G. Ну, и давайте еще определим теплоемкость, которая есть DE по DT. Что тут можно сделать? Чтобы мне числитель не дифференцировать, я... напишу... это как единица минус 1. Ну, и тогда производная будет... Чему же она будет равна? Так. Энергия. Военно, теперь будет приятного аппетита! Непонимаю. Ну... Непонимаю. Непонимаю. Ну... Парат всп – Но если говорить про энергию, например, да, вот у меня энергия Тогда давайте нарисуем графики Энергия как функция температуры При маленьких температурах у меня аргумент экспоненты большой и отрицательный Поэтому энергия мала, да? При больших температурах экспонента стремится к единице И энергия выходит на константу, которая есть дельта G на единица плюс G Давайте под этим же графиком нарисуем, как изменяется энтропия Опять в пределе низких температур экспонента маленькая Логарифм стремится к нулю Ну и второй член тоже То есть у меня энтропия почти ноль Ну и в обратном пределе больших температур Первый член это логарифм единица плюс G, да? А второй член как единица на T обращается в ноль Поэтому имеется Это и есть энтропия Мы прямо под этим же графиком Нарисуем, как функция температуры, теплоемкость, да? Что можно про теплоемкость сказать? Конечно, вот этот множитель обращается в бесконечность Но экспоненты его быстренько давят при низких температурах При высоких температурах Второй член стремится к константе, да? А сама теплоемкость как единица на T квадрат обращается в ноль Поэтому теплоемкость Она равна нулю как при больших, так и при низких температурах Но это, конечно, очевидно, поскольку теплоемкость это производная от энергии, да? Отметим, что характерная величина, когда у нас, скажем, энергия принимает половину от своего максимального значения Соответствует температуре, когда у меня G на экспоненту равна единице, да? Тогда энергия равняется дельта пополам Но я, наверное, забыл сказать, что Эти формулы, конечно, верны при произвольных G Но давайте мы рассмотрим случай, который будет нам нужен в дальнейшем Когда G много больше единицы Тогда у нас Температура, в которой наша система переходит на возбужденное состояние Оказывается существенно ниже, чем дельта, да? Ну и значение теплоемкости В этой точке, в максимуме Оказывается равным Я подставляю в теплоемкость Это значение У меня получается логарифм в квадрате G Делить на 4, да? В числителе будет единица А в знаменателе 1 плюс 1 в квадрате Ну и На самом деле При больших G график Он именно такой, как здесь нарисован То есть Переход Оказывается Достаточно узким, да? Интервал дельта Т В котором моя энергия Изменяется от нуля до дельты Естественно определяется как Но это просто определение теплоемкости Дельта Е это С на дельта Т, да? Но и Полное изменение энергии У меня дельта Отсюда следует, что дельта Тут дельта Т Дельта Т Отсюда следует, что дельта Т Равняется единица на С От Т со звездочкой, да? То есть Ну не единица на С, а дельта делить на С Поэтому Это будет Дельта На 4 На логарифм в квадрате G, да? То есть Есть где-то величина температуры равная дельтик Наивно можно было бы полагать, что Моя система будет возбуждаться на верхний уровень Когда Температура сравнима с дельтой Ну, так на самом деле происходит Когда же Порядка единицы А в случае больших же Возбуждение происходит раньше И сам переход уже, да? Хорошо, ну это была Необходимая мне заготовка Теперь я приступаю К описанию идеального газа Ну Идеальным газом я буду называть Такой газ, в котором Взаимодействие между отдельными частицами Можно Пренебречь по сравнению с кинетической энергией То есть Средняя кинетическая энергия Скажем Одной частицы Много больше средней потенциальной энергии Ну Давайте Конкретизируем это условие Например, для плазмы Если у нас имеется Водородная плазма То есть Газ, состоящий из протонов И электронов Тогда Средняя Потенциальная энергия Дается просто кулоновским выражением Квадрат заряда на Среднее расстояние между частицами Да Такая может быть написана Оценка А среднее расстояние между частицами Можно связать с концентрацией Концентрация Это и есть Объем Приходящийся на одну Обратный объем Приходящийся на одну частицу То есть Как раз Эта величина Порядка Р средняя В третьей Да Поэтому Для Средней потенциальной энергии Будет Вот такое выражение Оно и Как мы в скорости Увидим Для Средней Кинетической энергии У нас Средняя Кинетическая энергия Порядка Температуры Поэтому Для Плазмы Условия Идеальности Выглядит так Что Температура Много больше То есть Чем более разрежена Плазма Тем лучше Выполняется Условия Идеальности Ну или В другую сторону Если у нас Более высокая Температура Тем С большим Основанием Плазму Можно считать Идеальным газом Ну для Газов Для воздуха Скажем Газов Из нейтральных Атомов Условия Средняя Потенциальная Энергия Вообще говоря Велика Когда Частицы Молекулы Газа Подходят На близкие Расстояния Но Это Крайне Маловероятная Конфигурация Основная Конфигурация Состоит в том Что Атомы Летят Свободно От столкновения К столкновению Там можно Выписать Соответствующие Условия Идеальности И оно Будет связано С тем С большой Длиной Пробега Давайте Теперь Перейдем К вычислению Термодинамических Величин Поскольку Мы Пренебрегаем Взаимодействием Отдельных Молекул Либо Атомов Газа То Для Энергии Газа У нас Имеется Имеется Такое Выражение Где И Это энергия Отдельной Молекулы И сумма Идет По всем Частицам В свою Очередь Энергия Молекулы Может быть Частицы Представлена Как Кинетическая Энергия И Энергия Связанная С внутренними Степенями Свободы Ну Оказывается Что Вообще говоря Внутренние Степени Свободы Для Атомов И молекул Должны Описываться И Быть Учтены В статистике Квантово-механически Тогда как Поступательное Движение В подавляющей Большинстве Случаев Может Быть Описано Просто Квазиклассическими Формулами Ну и Основанием Для этого Является Просто Условие Того Что Какова Есть Конечно В принципе Энергия Поступательного Движения Тоже Квантуется Ну и Характерная Величина Кванта Для энергии Поступательного Движения Может быть Написано Как Но у нас Есть Соотношение Неопределенности Да Дельта П На Дельта Х Порядка Х Поэтому Характерный Импульс Есть Х Делить На Характерное Расстояние Где Л Это Будет Величина Скажем Если я Рассматриваю Свою Систему Заключенную В куб С радиусом Л То Л Это у меня Будет Размер Куба Ну То что Здесь написано Это Есть П Квадрат На М Да П Квадрат На 2 М Характерная Оценка Для Кинетической Поступательной Энергии Поступательного Движения По соотношению Неопределенности Ну и Л Это Макроскопический Размер Ну и Нетрудно Видеть Что в подавляющей Большинстве Случаев Эта Величина Оказывается Наоборот Много Меньше Чем Температура Поэтому Ну Отличие Где это Может быть Существенно Квантовый Характер Если У нас Рассматриваются Маленькие Значения Л Сравнимые С размерами Атомов Или Ну Маленькие По сравнению С макроскопическими Величинами Может быть Для рассмотрения Скажем Движения Электронов В полупроводниках Когда есть Какие-нибудь Квантовые Точки Конечно Там нельзя Пользоваться Квазиклассическими Формулами Но Для Обычных Газов Когда в качестве Л Выступают Макроскопические Большие Величины Сантиметры Метры У нас Выполняется Вот это Условия И Мы можем Воспользоваться Для числа Состоянием Молекулы Квазиклассическим Выражением Ну и Тогда Нам ничего не стоит Написать Статистическую Сумму Для Нашего Газа Ну Первое Обстоятельство Что Энергия Поскольку Газ Идеален Распадается На сумму Энергии Состояние Для Поступательного Движения Ну и Для внутренних Состояний Тоже Могут быть Учтены Независимо Для каждой Молекулы Газа Поэтому Общая Статсума Представляет Из себя Н Одинаковых Множителей Где Под маленьким З Подразумевается Статсума Отнесенная К одной Частице Однако Есть Еще один Необходимый Множитель В этой Формуле Н Факториал Который Возникает Из-за того Что Мы Рассматриваем Н Одинаковых Частиц Поэтому Скажем Конфигурация В импульсном Пространстве Когда Я Переставляю Частицу Две частицы Соответствуют Разными Состояниям Если это Разные частицы И Одинаковому Состоянию Если это Тождественные Частицы У нас Есть Н Тождественных Частиц Поэтому Н Н Разделить На Количество Перестановок На Н Факториал Ну и Следующее Обстоятельство Состоит В том Что Для Одной Частицы У меня Энергия Представляется Тоже В виде Суммы Кинетической Энергии И энергии Связанной С внутренними Степенями Свободы Поэтому Маленькая Статсума Z Тоже Распадается На Произведения Z Поступательная И Z Внутренняя Ну давайте Сосчитаем Поступательную Статсуму Главный Множитель Это Е в степени Энергия Делить Е в степени Минус Энергия Делить На Т Энергия Поступательного Движения Это Есть П Квадрат На 2 М Ну а Степень Вырождения Количество Состояний Дается Этим Множителем Д3П Д3Х На 2П Аж В Третий Да Хорошо Хорошо Энергия У меня От положения В котором Есть моя Частица Внутри Объема Не зависит Поэтому Интеграл По Д3Х Дает Просто Объем 2П Аж В Третий Ну и П Квадрат Это Есть П Х Квадрат Плюс П У Квадрат Плюс П З Квадрат Поэтому У меня Имеется Три Одинаковых Гауссовских Интеграла Которые Можно легко Сосчитать Давайте Мы Сократим Может быть МТ Делить На 2П Х Квадрат Степени 3 Вторых Умножить На В Хорошо Ну Тогда Ну я не буду Писать З Я Ну давайте Напишу Все-таки З Равно З Поступательное На Н Факториал В степени Н З Внутренняя В степени Н А Н у меня Большое Число Поэтому Я использую Формулу Стирлинга Для Факториала Заменяю Н Факториал На Н Делить На Е В степени Н Ну и Отсюда Следует Что для Свободной Энергии Я могу Написать Ее как Сумму Ф поступательная Плюс Ф внутренняя Где Ф поступательная Будет равна Минус Т В степени Н Логарифм З Поступательная Умножить На Е Да Делить На Н Так Да Правильно Ну а З Внутренняя Это Есть Минус Т Н Логарифм З Внутренняя Хорошо Давайте Напишем Окончательное Выражение Для Ф Поступательная Логарифм З Поступательная Который я Только что Посчитал Хорошо Ну Важно Отметить Что Поступательная Часть Ф У меня Является Функцией Как температуры Так и Объема Тогда как Статсума Связанная С внутренними Степенями Свободы Зависит Только От температуры Поэтому В общем Выражении Для Ф Вся Зависимость От Объема Содержится В поступательной Части Поэтому Давление Которое Есть Производное Атф По объему При постоянной Температуре Будет идти Полностью От поступательной Части Ну и Если я Вычислю Соответствующую Производную У меня Получится ТН Делить На В То есть Я получил Известное Уравнение Состояние Для идеального Газа При этом Такое Состояние Имеет Место Быть Независимо От того Какие Есть Внутренние Степени Свободы Давление Полностью Обязано Поступательным Степеням Свобода Идеального Газа Ну и Для Энтропии Надо Брать Производную При Постоянном Объеме По Температуре Энтропия Естественно Представится В виде Суммы Двух Частей Одна Которая Связана С Поступательными Степенями Свободы А другая С Внутренними Ну и Для С Поступательная Мы Получим Следующее Выражение Ну Температура У меня Входит В двух Местах Перед Логарифмом И под Логарифмом Поэтому Это вот Если я Продифференцировал Т Перед Логарифмом И Если я Дифференцирую Сам Логарифм То Здесь у Меня Имеется Три вторых Да Еще Хорошо Ну Давайте Вычислять Следующие Термодинамические Величины Энергия Да Энергия Это Есть Ф Плюс ТС Да Опять же Она Представится В виде Суммы От поступательного Движения И Энергии Внутренних Степеней Свободы Ну и Для Е Поступательного Нетрудно Видеть Что у Меня СТ Соответствующий Логарифм С этим Логарифмом Полностью Сократится И Останется Только То Что Идет Вот Здесь От Слагаемого Три вторых То есть Мы Увидели Что Энергия Идеального Газа Поступательного Движения Три вторых НТ То есть Теплоемкость Три вторых На одну Частицу Ну и Важное Замечание Состоит В том Что у Нас Энергия Не зависит От объема Да Ну что Неудивительно Поскольку Мы Полностью Пренебрегли С самого Начала Взаимодействия Между Молекулами Внутренняя Часть Энергии Она Зависит Только От температуры Поскольку Связана С внутренней Стоцумы Которая От объема Не зависит Хорошо Но Давайте Все-таки Обратим Свой взор На Энтропию И Заметим Что Формально Это выражение Является Абсолютно Непригодным Если мы Устремим Т к нулю Да Если Т стремится К нулю То логарифм Очень маленький Логарифм Очень маленького Числа Это какое-то Отрицательное Бессмысленное Выражение Поэтому На самом Деле Этот подход Который мы Развили Для идеального Газа Он неприменим В области Низких Температур А Формально Он неприменим Потому что Наш Способ Как мы Обошлись С тождественностью Частиц Разделив Просто На Н Факториал Он Не является Пригодным При низких Температурах На самом Деле Ну Например Наш Способ Рассуждения Не разделял Бозоны И фермионы Однако Из квантовой Механики Вы знаете Что Как тождественные Частицы Бозоны И фермионы Ведут себя Абсолютно По-разному Для фермионов Есть принцип Паули Нельзя Поместить Два фермиона В одно и то же Состояние Это запрещено Волновая Функция Фермионов Полностью Антисимметрична Отсюда следует Принцип Паули А для бозонов Наоборот Симметрично Поэтому Наш Квазиклассический Подход И наш Способ Как мы Обошлись С тождественными Частицами На самом деле Предполагает Что У нас Количество Доступных Состояний В расчете На одну Частицу Ну Как-нибудь Его обозначим Ню Как Количество Состояний Делить На Н Оно Много Больше Единицы То есть Состояние У нас Существенно Больше Чем Частиц Поэтому Частица Может Свободно Занимать Разные Состояния Доступные И не важно При этом Частицы Фермионы Или бозоны Например Вероятность Встретить Две частицы В одном И том же Состоянии Пренебрежима Мала Количество Состояний Доступных Для одной Частицы Можно Оценить С помощью Нашей Формулы Но тут Конечно Должен Стоять Объем Который Приходится На одну Частицу Поэтому Объем Нужно Разделить На Н Но Мы Увидели Что для Нашего Газа Энергия П Квадрат На 2 М Средняя На 1 Частицу Есть 3 Вторых Т Поэтому П Оценка Для Импульса Это М Умножить на Т В степени 3 Вторых Поэтому Количество Состояния В расчете На 1 Частицу Будет МТ Делить На Н В квадрате В степени 3 Вторых В Делить На Н На самом деле Энтропия В расчете На 1 Частицу Это Есть Выражение Стоящее В этой Скобке Правильно И То что Стоит Под Логарифмом Это Как раз То Выражение Которое Мы Получили Как Оценку Количества Состояний Поэтому Наш Подход И Наше Выражение Которое Мы Сейчас Получили Справедливы При Выполнении Вот Этого Критерия Да Это Есть Условия Того Что Газ Является Больцмановским То есть Описывается Так называемой Больцмановской Статистикой Которая В этом Пределе Не различает Тождественные Фермионы И тождественные Бозоны В обратном Пределе Это Называется Так называемый Случай Идеальных Вырожденных Газов И там Рассмотрение Должно Проводиться По-разному Отдельно Для фермионов И бозонов Ну Если Подставить Это Условия Подставить Числа Да Скажем Для Проделайте Сами Это Упражнение Для Воздуха Концентрация Количества Молекул На Единице Объема Порядка 10-19 Частиц На Сантиметр Минус Третий Ну и Подставляя Здесь Температуру Массу Скажем Молекул Азота Можно Увидеть Что Это Условие Выполняется С большим Запасом Для Воздуха Однако Видно Что Сюда Входит Плотность И масса Частицы Да Если Взять Электроны В металле То Тогда Типичные Значения Концентрации Они больше Примерно На 3 Порядка Ну и Соответственно Масса Существенно Меньше Да Масса Электрона По сравнению С массой Протона Примерно В 2000 Раз меньше Ну Если Речь идет Об воздухе То Имеется Еще один Множитель 1 14 Да Количество Протонов И нейтронов В молекуле Азота Поэтому Для электронов В металле Вот это Условие Не выполняется Ну Хорошо На этом Наверное Мы Сегодняшнюю Лекцию Закончим Условие Условие Условие